Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас презентация такого общего плана, который называется «Что такое эфирное масло?». Почему мы решили вам об этом рассказать? Потому что на самом деле мы всегда очень много рассказываем о продукте, что продукт, что он делает, как им пользоваться и так далее. А может быть, кому-то интересно узнать о том, а что же такое вообще эфирное масло? И откуда оно взялось? То есть что это такое? Что это какой-то новый продукт? Или это уже использовалось много лет? Мы постараемся сегодня быть немножечко короче. То есть мы очень-очень сильно старались вроде бы как рассказать вам много, но постараться рассказать немного. Но уже, как говорится, как получится. Итак, я сейчас делаю share screen, и мы начнем нашу презентацию. Если вы слышите какой-то звук на бэкграунде, это моя собака играется в коробке Дотера. А я думала, у тебя с микрофоном что-то. Нет. Так, share screen видно, все в порядке, что такое эфирное масло, и мы поехали. Сейчас она немножко устанет, моя собака. Ты уверена? Да, этот звук уйдет. Она гоняет шарики по коробке. Ей это очень нравится. Что же такое эфирное масло? Какое значение оно имеет для растений? Почему эфирные масла безопасны и эффективны в применении для здоровья человека? Ну, на самом деле, про безопасность и эффективность я рассказывала вчера. И вы можете увидеть мою презентацию в группе. Там я, в принципе, подробно это показывала. А сегодня мы действительно больше расскажем вам о том, что же такое эфирные масла. Дотера в переводе на наш язык обозначает дар земли, или gift of the earth, или дар земли. И когда вы выбираете Дотера, вы выбираете масла, эфирные масла, которые прошли деликатную и тщательную дистилляцию из растений, которые опытные фермеры всего мира терпеливо взрастили и собрали на пике свежести, когда их состав наиболее насыщен, а лечебные свойства максимальны. Поэтому никогда не сомневайтесь в качестве масел Дотера. У нас следующая презентация, через презентацию будет как раз презентация о качестве. И вы действительно узнаете, почему мы об этом все время говорим. А для того, чтобы вы увидели всю полную картину, мы вот решили добавить в нашей презентации такую карту. У меня часто спрашивают, чья это компания? Дотера, чья это компания? И я всегда затрудняюсь ответить, чья же это компания? Оказывается, как бы, как это правильно даже сформулировать? Это компания всего мира, если так можно сказать. Но главный офис в штате Юта. Да, главный офис. Официально. Официально главный офис находится в штате Юта, в Америке. То есть, конечно, она была образована там, но масла добывается по всему миру. И вот на этой карте вы как раз можете увидеть, где вот эти вот, видите, точечки такие, и масла видны, где что добывается. Поэтому эта компания, она, в общем-то, преднадлежит всем, всему миру, да? Можно так сказать. Но в этом, кстати, и культура компании. Потому что они хотят, чтобы, овнеры компании хотят, чтобы каждый, как бы, да, отдавал свою частичку. Фермеры своим трудом, как бы, мы подавая информацию, чтобы кастомеры тоже имели прекрасные результаты и тоже были вовлечены в этот весь процесс. Потому что компания всех, как бы, воспринимает, кто пользуется, кто из «Продюс Оилс», кто в дистилляторе работает, кто выращивает. Это все одна семья. И поддержка идет не только финансовая, но очень много у нас есть «Чарити», программу компании. И о каждом регионе очень часто это очень бедные страны, где добываются эти масла. Потому что масла добываются, как бы, в тех самых лучших природных, да, условиях, где оно будет показывать самую лучшую химию свою по своему составу. Поэтому часто это, скажем так, места неблагополучные в плане финансового. И для людей это шанс заработать деньги, кстати, да. И компания очень-очень поддерживает. И у нас целая есть история классная очень о том, как компания заботится о каждом. Поэтому мы всегда любим это все показать, потому что это не только просто как ритейл-компания, это целая семья. Мы и друг к другу так относимся. Но у меня, кстати, был вопрос когда-то. Когда я сказала, что я представляю компанию, да, и знаю что-то о маслах, мне как бы один мой знакомый сказал, «А что ты сама дома не сделаешь?» Я была в таком шоке. То есть человек очень часто не понимает, насколько это серьезный процесс. Я такая сижу и думаю, как ему это в трех словах объяснить, понимаешь? Ну, были такие истории, есть у меня. Вот мы как раз немножечко, когда будем рассказывать о качестве масла, мы как раз и расскажем о том, как они добываются, какие есть методы добычи. А сегодня мы просто будем именно говорить о том, что это такое, и откуда оно берется, и как давно люди используют масла. И вот здесь мы как раз на этом слайде можем увидеть, что масла использовались очень-очень давно еще древними цивилизациями, и эти природные соединения были обнаружены человеком. И они веками использовались и в приготовлении пищи, и в ароматерапии, и в религиозных церемониях, и в косметических процедурах, для лечения, и во многом-многом другом. Эфирные масла не являются чем-то новым в наши дни. Они использовались с древних времен. И вот несколько примеров, например, как использовались масла. Египтяне использовали продукты на растительной основе в косметических процедурах, приготовлении пищи, ритуалах погребения и религиозных церемониях. В Греции такие люди, как Гомер, Гиппократ, исследовали ароматические использования растений, основываясь на открытиях, сделанных ранними египтянами. Древние римляне часто использовали экстракты растений для массажа, парфюмерии и ароматических ванн. В Иране, в Средневековье, люди в регионе Ирана использовали масла и торговали специями и смолами для парфюмерии и поддержания здоровья. В Индии аюрведическая медицина, это целостная система исцеления родом из Индии, развивалась на протяжении пяти тысяч лет и включает тоже использование ароматических растительных соединений. Я думаю, что индийские палочки знают все, палочки-ванялочки, но они, к сожалению, в наше время не всегда натуральные, в большинстве случаев нет. В Китае на протяжении веков традиционные китайские практики включали использование растительных материалов для здоровья. А во Франции французский химик Рене Гадефос считается первым, кто придумал термин ароматерапия, поскольку он очень тщательно изучал и исследовал эфирные масла в XIX веке. То есть вот такая вот у них большая и длительная история. Так что то, что мы видим сейчас, это, в общем-то, наверное, возрождение того, что было раньше. Я хочу немножко такой интересный факт добавить про масло пачули. Сейчас масло пачули у нас, ну, по феншуй, как бы китайской нашей, скажем так, это не по методологии, это практика, да, феншуй. Масло пачули считается маслом богатства. То есть мы капаем себе в кошелечек, мы капаем где-то вот на себя, чтобы привлекать к себе деньги. Ну, есть, скажем так, все работает, надо только правильно настроиться. Но я нашла историю, почему. Еще в то время, когда у нас ходили там с верблюдами, да, разные торговцы из одной страны в другую, Индия и Восток, то есть все эти страны на рынках любили распылять вот это масло, и, ну, как бы так, весь товар немножко так задобрить этим маслом, потому что его запах настолько насыщенный, что это привлекало внимание покупателей. Ну, да. Плюс, как бы, хороший запах, ну, мало ли где лежало, понимаете? Ну, если по морю плыло долго. Да, да, вот. Поэтому масло пачули использовалось именно так. А вот на картинке у нас очень хороший наборчик. Это масла считаются библейские. Самые такие древние запахи, это вот у компании была такая идея, чтобы все-таки собрать эти масла, которые были самыми-самыми древними. У нашей Эмили Райт, фаундера, вот была такая, было большое желание найти все. Там есть очень редкие масла, и франкинсенс, и мир. И вот я помню, что даже по библейским рассказам, да, вот к Иисусу пришло три короля, и они принесли ему в дар именно эфирные масла. Одной из них была мир, франкинсенс, и третья, вот я не помню, хисап, по-моему, вот точно не скажу. И потому что раньше они ценились даже дороже золота. И, например, масло Миры, это масло использовалось после родов. Оно заживляло, все скарсы, очень хорошо влияло на женское здоровье. Потому когда они приносили эти масла, у каждого было свое назначение. Мало того, что это очень дорого было. Плюс у него было очень много для здоровья полезных вещей, и франкинсенс в том числе. Вот, потому очень интересно. У нас есть целый фильм исторический. Кому интересно, я выложу потом в группу. Мы поставим потом после презентации обязательно. И, кстати, этот набор, насколько я знаю, он еще есть. Он еще есть у нас в стоке. Поэтому, если кому-то интересно, можете тоже приобрести. Это действительно набор вот такой вот древних масел. Древних не с того времени. По традиции, да. То есть, если вы хотите окунуться в 2000 лет назад, как это пахло, то у вас есть возможность увидеть, да, и услышать. Ароматерапия, мы знаем, что это, уже знаем, что это древнейшее искусство, приносящее пользу человечеству. И эфирные масла использовались, конечно, на протяжении тысячи лет. Но основателями ароматерапии признаны китайцы. То есть термин ароматерапия ввел французский ученый, химик. А в принципе, если смотреть исторически, то китайцы как раз были основателями. Хотя еще и до них другие цивилизации тоже использовали эфирные масла. Вот, например, в X веке арабы начали извлекать эфирные масла из ароматических растений и использовать их в лечебных целях. Рыцари в христовых походах привозили с Ближнего Востока в Европу ароматические эссенции и воду, которые стали настолько популярны, что к концу XII века из них стали производить уже духи. Большое значение ароматических растений для использования в других целях было осознано уже очень давно. Вот во время эпидемии, я думаю, что знают, наверное, уже многие этот случай, когда во время эпидемии бубонной чумы в Англии в середине XIV века на всех ночных улицах разжигали костры и сжигали ароматические благовония и сосну. То есть вот сосновые веточки сжигали, потому что они тоже выделяли очень много вот таких вот ароматов. В помещениях ладан зажигали. Ну ладан это вообще, то есть вы в церковь придете, у вас всегда будет ладан, потому что эти масла помогают бороться с инфекцией. Солдаты носили на шее ленточки с ароматическими смолами. В XVIII веке уже начали использовать масла как лекарственные препараты. А в XIX веке их уже начали подвергать научным исследованиям. И обнаружилось, что их можно синтезировать из других материалов. Вот с этого момента у нас начались проблемы. Да. Вот. Поэтому они посмотрели, что это быстрее и дешевле получать масла в лаборатории, чем в естественных условиях. И на самом деле из-за этого спрос на них упал. То есть в принципе вот если, даже если вспомнить даже наше время, так сказать, да, особо никто про эфирные масла так не говорил. Ну что-то там мы знали, да. Вот. И к сожалению, к огромному сожалению, сегодня очень многие, так сказать, парфюмерные изделия и изделия по уходу за телом, они содержат так называемые масла, которые представляют собой больше имитацию. То есть это синтетические масла. Вот. А вот компания Дотера, она как раз задалась целью возродить добычу и вот такое широкое использование самых чистых, самых натуральных эфирных масел фармацевтического качества, с терапевтическим действием. И ей уже успешно это удается. Нам вот буквально недавно сообщили, что уже масло лаванды было признано стандартом качества, и это как бы стандартом фармацевтического качества. Поэтому мы движемся в правильном направлении. В природе нет ничего случайного. Я думаю, что мы все это знаем, да. И, конечно же, те же эфирные масла, они возникли не просто так. И растения выживают благодаря эфирным маслам. Они не могут, у них нет способности перемещаться в пространстве. Растение, если оно выросло, оно стоит на одном месте. Это мы можем, мы можем куда-то убежать. Поэтому им нужна надежная система выживания, которая защищает их от патогенов, от солнца, от каких-то внешних воздействий. И, в общем-то, ароматерапия была изобретена самими растениями. Эфирные масла, они используются и для привлечения насекомых, и для защиты от ожогов, хищников, болезней, лечения, залечивания ран. Даже вот у растений тоже и раны бывают, да, когда их кто-нибудь там погрызет или еще какое-то воздействие и так далее. Ну, я еще немножко скажу за растения. Вот эта очень хорошая картиночка, которая очень хорошо показывает, как природа живет вместе, растения и насекомые, и все вместе. У каждого растения, в каких местах у растения есть эти эфирные масла? Это как иммунная система растения. Потому что, и, кстати, метод, скажем так, коммуникации с внешним миром и друг с другом. Потому что растения, когда распыляют какой-то запах, они таким образом могут даже сказать и другим растениям, что вот это вот моя территория, либо вот здесь вот только я. И тогда в принципе, то есть эта коммуникация тоже идет. Очень интересно, есть исследования на эту тему. И точно так же они могут либо привлекать к себе нужных им насекомых, которые опыляют, точно так же другим каким-то, другой какой-то ассанкции, они как бы отторгают ненужных им паразитов, которые могут грызть там их какие-то там мурахи, еще что-то. Вот, кстати, наша туя известная, ее даже не берет ни одна мошка. Этим деревьям по тысяче лет. Они громаднейшие. Где у нас выращивают? В Беси. В Каламбе это масло арборвита добивается. Да, шикарная история, потому что у него настолько много антисептических компонентов, что вот представьте, растение дерева растет тысячу лет, ничего его не берет. Никакие казуны, ничего. Абсолютно. Настолько иммунная система, настолько правильно у него это масло дает ему выжить и правильно распределить вокруг экосистему, вокруг себя. Вот, потому это очень интересный... И вот мы как часть, скажем так, природы, да, мы лучше всего воспринимаем все, что с природой связано, потому что мы ее часть. И вот как раз наш организм точно так же очень хорошо воспринимает эфирные масла, потому что это природный материал. И организм воспринимает... Почему побочных эффектов не возникает? Потому что все идет туда, куда надо. Организм знает, что делать с этой молекулой. Точно так же, как и у растений. Ничего не случайно в этом мире. Это действительно так. Если вы думаете, что вы никогда не испытывали аромат эфирного масла, то вспомните. Если вы когда-нибудь нюхали розу, значит, вы уже испытывали аромат эфирного масла. Если вы когда-нибудь нюхали лаванду... Вот лаванду, наверное, нюхали все, я думаю. А натуральную ли? Ну, ароматные мешочки, может, с какой-то сухой лавандой, это все равно запах, который, естественно, запах эфирного масла. Да, да. Если вы чистили апельсинку, если вы резали лимончик, это обязательно в шкурке. То есть, когда вы чистите апельсин, вы, наверное, видели, как вылетают такие тоненькие, как мист такой, брызги. Это эфирное масло. И у вас вот на руках, когда вы, если взять лимон, апельсин, любое цитрусовое, у вас на руках остается как будто как жир такой, да? То есть, такое ощущение жира. Многие бегут сразу смывать, а я сразу вот так вот размазываю по рукам, потому что я знаю, что это эфирное масло. Чтобы добро не пропадало, да, Аня? Конечно. Если вы чистите зубы, наверняка у многих зубная паста содержит перечную мяту, но не у многих эта перечная мята натуральная, конечно, но в любом случае вы наверняка испытывали, как говорится, ощущение и запах вот этого эфирного масла мяты. А сто процентов, наверное, дышали над чаем, когда нужно было отложить нос, дышали над мятным чаем. Над всякими травками и так далее. Все, что вот испаряется в этом случае, это как раз и есть вот эти молекулы эфирных масел. Эфирное масло – это как бы условное название такое. Ну вот, я не знаю, наверное, ничего такого другого не придумали, назвали его эфирным маслом, да? Это смесь, это смесь химических элементов, которые вот растения вырабатывают. Каждое эфирное масло имеет собственный уникальный запах и уникальный состав, каждое. Даже вот если взять линейку цитрусовых масел, а у нас их целая куча, казалось бы, ну все цитрусовые пахнут цитрусовым. Каждое эфирное цитрусовое масло пахнет по-разному. Каждое. И его, ну, может быть, не всегда сразу отличишь, но по крайней мере, если вы долго ими пользуетесь, вы даже можете отличать уже эти эфирные масла, даже цитрусовые по запаху. Современная наука дает такое определение. Это эфирное масло – это эссенция или экстракт. Тут, кстати, на английском языке essential oil, да? Essential – не от слова, многие переводят необходимое, essential, да? Но essential происходит именно от слова essence, это эссенция. Или это какой-то экстракт, да, вот из растения, который, в принципе, вот определяет аромат и вкус растения в какой-то степени. Вот, поэтому, вот, мята пахнет мятой благодаря эфирному маслу, апельсины пахнут апельсинами благодаря эфирному маслу в кожуре. И вот посмотрите, пожалуйста, вот здесь, на этих картинках, мы специально собрали вам картинки такие интересные, чтобы вы видели в увеличенном, под микроскопом, в увеличенном виде, что же действительно такое вот эфирное масло и как, где они содержатся. Вот посмотрите, на этом слайде вот это вот пепперминт. И у него такие вот есть мешочечки на листиках, которые, когда мы трем листик пепперминта, мы их разрываем. Из этих мешочков вылетают молекулы, и они начинают, начинают вот так вот пахнуть. А в лимонах и в цитрусовых у них такие кратеры. И в этих кратерах там внутри содержится эфирное масло, поэтому оно оттуда и вылетает. То есть вот эта вот шкурочка, она такая користая, вот это как раз там они и содержатся. Лаванда, цветочки, да, вот здесь вот у них тоже такой же принцип мешочков на этих цветочках. Ну и здесь вот видите, разные-разные варианты всяких эфирных масел. Они, конечно, под микроскопом выглядят, как какие-то микробики такие интересные. Да, Таня, давай не будем о микробах. Не делай депрессивный класс сегодня. На самом деле, на самом деле это эфирные масла, да. И они могут находиться в любых частях растений. Это может быть семена, кора, стебли, цветки, другие части растений. Вот у нас, например, есть несколько эфирных масел, которые добываются с одного растения, да. Например, значит, так, сейчас, чтобы не ошибиться, значит... Нероли, Аня. Нероли добывается из цветков... Апельсина. Как вот, да, дикого апельсина. Потом, значит, это из цветков. Потом из кожуры, из листьев. Так, вот сейчас вы... Знаешь, что это называется склероз? Хотела рассказать, я забыла. Петит-грейн, не, подожди. Петит-грейн. Петит-грейн добывается из листьев, да. Значит, ну, из кожуры, соответственно, добывается цитрусовая, а из цветков добывается нероли. И все три разных названия, и пахнут по-разному. И разная химия у них идет. Да, да, и разные свойства. А еще, допустим, как пример, это кардамон. Нет, это, значит, не кардамон. Ну, селантра, это мой, который самый нелюбимый. Кинза. Кинза. Да, кинза и кардамон, правильно. То есть кинза – это листья, а кардамон – это уже семечки. Ну и как ты к кардамону относишься? Лучше, чем кинзе? Очень хорошо. Очень хорошо отношусь. А вот кинзу, вот листья, я не очень люблю этот запах. Тоже разные запахи, разные свойства. Есть немножко близкие, но они действительно вот замечают из одного и того же растения. Поэтому это так вот и подтверждается, что с одного растения можно добыть различные эфирные масла с различными химическими компонентами. А вот тут вот вы как раз можете видеть эти химические компоненты. Это для тех, кто увлекается химией, для тех, кому интересно, может быть, узнать действительно химический состав масел. Есть такая замечательная книжка. У нас она в свободном доступе, в PDF-формате. Эфирные масла ДТР руководства по химии. Очень такая, очень доступное объяснение химии эфирных масел. То есть вот рассказывается про все эти составляющие, рассказывается о том, в каком масле что содержится и так далее. Поэтому если кому-то интересно, вы можете эту книжечку почитать. Можно я чуть-чуть скажу? Конечно, конечно. Кому интересно, что же это такое, да? Как бы не для химиков, но если кто-то хотя бы знает, да, немножко, может, со школы, что по определению, по органической химии эфирные масла – это смесь терпенов, терпенов и их производных. И это совершенно другая химия, если сравнивать с обычными жирными маслами. То есть иногда люди путают, думают, что мы всегда делим эфирные масла отдельно от базовых, потому что это две разные субстанции. Эфирные масла, они летучие. Но почему их называют маслами? Потому что они такие же липидные. То есть они как бы не растворяются с водой, и по этому своему свойству, да, поэтому его назвали масло. Но по своей химии… Не растворяются. Может, я неправильно услышала? Не растворяются. Не растворяются в воде, да. Поэтому их иногда назвали, что это масло. Но по своей химии это совершенно другая субстанция. Плюс ко всему, эти эфирные масла, они улетучиваются очень быстро. Эти молекулы очень-очень маленькие. Когда вы только открываете бутылочку, почему мы сразу слышим запах? Вот у меня даже стоит пустая бустылка, уже пустая. Но я мимо нее прохожу, и я уже ощущаю этот запах. Я не хочу ее выбрасывать, потому что иногда я люблю ее так немножко, и ее и поникут. У меня масло сейчас закончилось одно. Потому что эти молекулы очень быстро разлетаются мгновенно. При комнатной температуре они начинают превращаться из жидкого состояния в газоподобное. Поэтому мы их очень быстро ощущаем в таком случае. Это их отличие от жирных масел. Поэтому мы не путаем никогда. Базовое – это базовое, а эфирное – это совершенно другое понятие. Да. Но при этом базовое масло нам необходимо. Потому что как масла проникают в кожу? Именно благодаря тому, что у них маленькая молекулярная масса, они способны проникать через кожу и попадать в кровоток. Вот они как бы благодаря вот этой липофильности, да, сходности с жирами, они растворяются буквально вот в естественной жировой пленке, покрывающей нашу кожу. Но в связи с тем, что они очень быстро улетучиваются, хорошо иметь какой-то проводник. И вот эти базовые масла, они называются по-английски carrier oil. Это как вот проводник. То есть если мы растворим эфирное масло в базовом масле и нанесем на кожу, то у нас будет еще лучше усваиваемость. То есть они быстрее, они не так быстро улетучатся в воздух, но они быстрее пропитаются через кожный слой. Именно благодаря вот этому маленькому размеру молекул они способны там вот проникать, проникать через все эти слои нашей кожи. И размер молекулы важен, но он не всегда является решающим фактором. Вот. А есть еще такие масла, которые, ну, такие как капайба, они способны, между прочим, когда эфирное масло доходит до нашей клеточки и пытается проникнуть через мембрану клетки, то, опять же, благодаря, из-за того, что у некоторых, некоторые молекулы больше, некоторые молекулы меньше, некоторые быстрее проникают через мембрану клетки, а некоторые им нужно там долго проникать. А вот эфирное масло капайба, оно имеет такое свойство, и, по-моему, пепперминт тоже. Они усиливают, то есть, как бы, они расширяют такие поры на мембране и дают возможность уже маслам проникать быстрее немножечко туда, в нашу клетку, да. Поэтому по нашему поменьшению массажу Symphony of the Cells, по массажным протоколам, очень часто пепперминт идет заключительным таким маслом, последним, потому что он все остальные масла вроде как пробивает дальше. Ну да, да. Да, и вот как раз есть у нас статистика, что если просто нанести чистое масло на кожу, то впитается в кожу только 4%. Если вы используете carrier oil, любое жирное масло, с которым мы разводим, то впитывается в вашу кожу и идет в bloodstream 10%. То есть вы почувствуете разницу, да? Эфирные масла оказывают очень-очень сильное и быстрое влияние на нашу кровь. У нас есть очень хороший эксперимент, который проводился с маслом Balance, и такой же эксперимент, кстати, проводили с маслом лимона. И есть видео на YouTube, мы потом, может быть, после презентации поставим эти видео. Они, по-моему, есть в группе, но мы можем еще раз их возобновить, для того, чтобы посмотрели. Но вот вы можете видеть картинку, да? Это вот красные кровяные тельца до применения масел и после применения масла Balance. То есть вот это вот масло, оно действительно вот таким образом, оно разжижает кровь, разлепляет эти слепленные кровяные... Эритроциты, да. Эритроциты, да. Они начинают, видите, они начинают сиять хорошо, как они должны и бегать по нашему организму. То есть это уже не из серии «Одна бабка сказала». Это научный факт, доказанный экспериментами, который показывает, как масла влияют на нашу кровь. Я просто хочу немножко объяснить, да. Ну, многие знают, ну, просто, да, point. Эритроциты, они такие у нас, эти клетки, как плюшечки. То есть они должны быть такие плоские и немножко вогнутые. И для чего? Потому что они переносят оксиджен. То есть эта молекула должна туда зайти, и таким образом наша кровь переносит в каждой клеточке этот оксиджен. Они должны... Почему они должны быть распределены так более-менее, да, в крови? Потому что, когда они слеплены, они не могут доносить этот оксиджен к клеткам. То есть у вас начинается кислородное голодание в организме. Аня. Я тут с собакой ругаюсь, понимаешь? Смотрите, как работают масла ароматически. Мы часто об этом рассказываем на наших презентациях, но, в общем-то, никогда не... Нет, как говорится, повторения мать-учения, да. Можно всегда повторить. Когда мы вдыхаем масла, они проникают через... поступают в нашу систему. Так, собачка мне уже надоела здесь. Сейчас я ее уберу. Пусть она что-то скажет. Она хочет прокомментировать. Да. Когда эфирные масла... Мы начинаем их вдыхать, они поступают вот сюда, вот, так сказать, в наш носовой канал и связываются с нервом. Этот нерв связывается с лимбической системой. То есть это уже такое, знаете, научное объяснение. Там у нас есть картинки посложнее, которые можно вставлять и рассказывать уже такими сложными словами. Но, в принципе, лимбическая система, она управляет нашей эмоциональной жизнью. Она отвечает за наши эмоции, за наши гормоны и оказывает непосредственное воздействие на эмоциональное состояние. И когда нервный импульс поступает в центр обоняния лимбической системы, он вот дает ей команду. Окей, делай вот так, вырабатывай вот это. Разные эфирные масла влияют на нас по-разному. И вы можете видеть вот здесь такое вот колесо эмоционального баланса, где мы показываем различные варианты, различные типы масел и различные варианты эмоций. И как вот эти вот типы масел влияют на наши эмоции. То есть нету запахов безличных, как можно так сказать. То есть запах, он всегда имеет какую-то эмоциональную окраску. Масла, каждое масло имеет эмоциональную составляющую. Любое. Даже самое вам, может быть, неприятное. Оно как раз и будет говорить о том, что что-то где-то у вас с вашей лимбической системой не так. У меня был такой случай, я его тоже не один раз уже рассказывала. Это когда в прошлом году у меня заболел папа. И это все, в общем-то, происходило довольно быстро и резко. И для нас это было очень больно и трагически. В этот момент мне пришлось уйти с работы. Слава богу, у меня была дотерра. Спасибо ей. Но все равно это все очень много событий в одно время. У меня собака заболела сильно. И она вместе с папой также болела. И они вместе ушли и покинули этот мир. Это все происходило очень быстро. В этот момент мне захотелось заказать масло розы. Это самое дорогое масло. Это самое эффективное масло эмоциональное. У него самый высокий уровень частоты. То есть это масло вообще, я не знаю, божественное, можно так сказать. И я всегда мечтала и ждала это масло. Думаю, ну как же, вот сейчас оно ко мне придет. Я его, кстати, взяла за накопившиеся поинты. То есть я его не покупала за деньги. У меня накопилось достаточно бонусных поинтов. И вот в тот момент, когда я открыла эту, вытаскиваю эту бутылочку, открываю ее и подношу к носу, у меня просто вот, ну, можно так сказать, дорвоты. То есть можете себе представить реакцию на масло розы, которую я так ожидала? Так, Леля, вот видишь, ты говорила, что ее не услышишь. Услышала? Вот эта реакция на масло розы была просто абсолютно неожиданной. Мне оно пахло какой-то, вот как тебе ты вчера позавчера рассказывала, как тебе ветивер картошкой пахнет, да? А мне масло розы пахло гнилой соломой. Вот просто гнилой соломой. И для меня это был шок. Я тут же написала сообщение в группу и спросила, что делать мне с маслом, может, оно испорченное, потому что вот у меня такая-такая реакция. Женщина описала мое эмоциональное состояние слово в слово. Она описала то, что происходит со мной, вот как раз происходило в тот момент. То есть мне масло показало, что у меня сейчас вот с моими эмоциями, с моей эмоциональной системой. И как я вышла из этого состояния, и как я влюбилась в это масло, это просто ежедневное, вот нужно было ежедневно его буквально проносить мимо носа. То есть буквально вот мне так и сказали, вот берешь бутылочку и проносишь мимо носа, и проносишь мимо носа, потому что когда вы ее открыли, закрыли, здесь все равно остается немного эфирного масла. И таким образом в течение где-то месяца я приняла ситуацию, которая происходила в доме. Я поняла, что я ничего не могу изменить, и мне нужно просто провести эти последние дни и, как говорится, принять то, то, что происходит. И масло розы, вот оно до сих пор, теперь, конечно, это мое самое любимое. То есть просто я немножко остановилась, может быть, долго задержалась на этом, но я вот хочу сказать, насколько это сильно, насколько это действительно работает вот с нашим организмом и с нашей лимбической системой. Основные свойства эфирных масел. Мы, конечно, очень много об этом рассказываем и очень часто, но так, чтобы подытожить, у нас масла есть антивирусные, антиспазмические, антибактериальные, обезболивающие, антивоспалительные, противовоспалительные, противогрибковые. То есть свойств не перечесть, не перечесть. И мы вот даже поставили сюда наши масла, которые соответствуют этим свойствам. То есть если вам что-то нужно антивирусное, вы используете ангард, если вам нужно что-то антиспазмическое, постенс, несмотря на то, что в него входит кинза, которую я не люблю, я его часто использую, потому что приходится сидеть, много и долго сидеть за компьютером, и спина иногда дает о себе знать. Аня, а ты должна подумать, почему тебе не нравится кинза? Есть в вопросе. Да, мне надо подумать, но когда ты мне написала про лицею, которое я обожаю, вот это действительно очень-очень совпало со мной. Если вам нужно обезболивающее масло, самое лучшее, наверное, масло из всех – это капайба. И, кстати, в этом месяце на него скидка 15%. Если вам нужно антигрибковое, лучше, чем Ти-3 ойл, чайное дерево, вы ничего не найдете. Ну, к нему можно добавлять и другие масла, и усиливать его действие. Турмерик – очень хорошее противовоспалительное масло. То есть у нас есть масло для каждого, с каждым свойством для каждого свойства. Но самое интересное, что каждое из этих масел, оно работает не для чего-то одного. То есть они настолько многогранные, они настолько широки в своем использовании, что приобретя одно масло, вы не просто приобретаете только антивирусное масло или только антиспазмическое. Да, кстати, вот это большое преимущество эфирных масок, что вы можете иметь только 2-3, возможно, в вашей аптечке и покрыть, в принципе, очень много проблем. Плюс ко всему, любое масло, если у вас что-то закончилось, вот у нас всегда дрожь в руках, и когда заканчивается он гард, но его всегда можно заменить, если у вас есть его составляющая, либо можно заменить на похожее масло по химии. То есть у нас есть целая таблица, наверное, нужно как-то поделиться этой таблицей, взаимозаменяемых масок. То есть если по своей химии есть подобное масло по своей структуре, всегда есть с подобными свойствами еще целый арсенал массы. И одно масло исполняет очень много функций. Это вот если даже взять наш он гард. Мало того, что это иммунбустер. Это, во-первых, прекрасное масло и для эмоционального подъема, потому что вот как оно называется он гард, по эмоциям оно точно так же идет, как защита. То есть если вы чувствуете, что вам не хватает брейв, быть таким, скажем так, за себя постоять, то вот как раз вот это масло вам нужно ароматически немножко поприменять для себя. Я согласна, да. То есть опять же, многогранность масел, большое количество использований. И вот посмотрите, для чего можно использовать. Маслом можно снять стресс и усталость. Можно ухаживать за кожей лица. Да, мы обожаем использовать масла. Мы прям... Видите, как мы цветем? Видите, какие мы красивые? Вот Аня, между прочим, ставила свою фотографию до и после, и это шок. Это шок, то, что мы видели до и после. Маслами можно поднимать настроение и либидо. У нас есть афродизиаки. Мы делали в прошлом году прекрасную презентацию про масла для бедрум. Я думаю, что мы обязательно ее повторим, потому что мы... Там такие интересные факты мы обнаружили о маслах, которые можно использовать для бедрум. Маслом можно улучшить пищеварение и циркуляцию крови. Мы вам показали, как циркуляцию крови можно улучшить с маслом баланс. Для пищеварения у нас есть прекрасное масло зенгест. У нас есть прекрасное масло с лименсаси для того, чтобы отбить аппетит и так далее. Можно снимать боль в мышце, в мышцах и суставах с маслом гибблю. Можно укреплять здоровье дыхательных путей с маслом бриз и так далее. То есть вы с аптечкой из масел вы можете оказать быструю помощь и поддержку и себе, и другим. И эта аптечка должна быть в каждом доме. Вот реально, ребята, послушайте нас. Мы уже пользуемся очень много лет. Я больше трех лет, Аня больше четырех лет. Уже где-то шесть. У меня из дома пропали все лекарства. У меня их нет. Я пользуюсь только эфирными маслами. Я знаю, как, что этим эфирным маслом снять, как его использовать. И если у нас были уже случаи более сложные, и грипп, и ангина бактериальная и так далее. И вы не можете представить, но мы не использовали никакие лекарства. Мы использовали для этого только эфирные масла. Поэтому очень-очень-очень вам всем рекомендуем. И если вы хотите участвовать в наших ивентах, приходите на наш Zoom. Сегодня мы будем разыгрывать на нашем Zoom среди тех, кто пришел, масло дикого апельсина. Также рассказываем вам вообще, что такое масла, откуда они взялись, как они работают. И в следующий раз мы хотим рассказать вам о подделках. Потому что, к огромному сожалению, подделок на рынке 95%. Это тоже факт, подтвержденный независимыми лабораториями, которые тестируют масла. И это печальный факт. Это печальный факт говорит о том, что, к сожалению, не все производители производят хорошие чистые масла. И в конце сентября мы также расскажем вам, что такое стандарт качества ДТР, почему она выбрала этот стандарт, и почему, в общем-то, она стремится, чтобы этот стандарт был закреплен как стандарт во всем мире. Потому что это действительно очень-очень важно. Так что приходите к нам на наши ивенты. Еще у нас будет 1.22 сентября о маслах в двух словах. Если у вас есть друзья, которым вы хотели бы рассказать о маслах, но не знаете, как, это коротенькое такое видео. Вчера я записала. 37 минут я вложилась. Это будет короткое видео, в котором мы будем просто популярно рассказывать о трех интересных фактах, о трех видах применения масел и о трех способах приобрести его по очень выгодной цене. А тем, кого интересует бизнес, мы приглашаем на наш ивент «Бизнес Дотерра». У нас есть замечательная группа. У нас есть две группы. Одна группа, вы можете к ней присоединиться прямо сейчас. Пришлите нам запрос, можете прокомментировать под этим видео, что я хочу к вам в бизнес-группу, где вы просто можете прочитать информацию о компании Дотерра. Мы сделали там такой ивент. Этот ивент мы сохранили в виде такого гайда, то есть по очереди все наши посты. Поэтому приходите, читайте, знакомьтесь с компанией, знакомьтесь с культурой компании и знакомьтесь с тем, почему люди, бизнесмены, в общем, те, которые даже не нуждаются в деньгах, почему они выбирают компанию Дотерра. А если вы захотите работать с нами, у нас есть бизнес-тренинг, и следующий поток у нас начинается с середины октября. Поэтому с середины октября вы можете подключиться, и мы вам расскажем, как делать бизнес Дотерра. Спасибо вам большое. Девочки не уходят, потому что мы разыгрываем масло. Да, мы говорим до свидания всем, кто смотрел нас на Фейсбуке, а здесь на Zoom мы будем разыгрывать эфирное масло. Всем пока.